МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех в телевизионном павильоне медиа-центра САФУ «Арктический мост», где мы ищем ответы на вопрос «Кем быть?». Продолжаем разговор на достаточно обширную тему профессии будущего, которая появится буквально через 15-20 лет и дополнит или уже заменит существующие. Теплоэнергетика является ведущей отраслью мировой энергетики. Сегодня наблюдается ее активное развитие во всем мире. Особое внимание стало уделяться безопасности в данной отрасли, переходу на новые виды топлива, использованию нанотехнологий, а также проблемам экологической безопасности. Об изменениях и перспективах в отрасли теплоэнергетики мы поговорим с нашими гостями Евгением Владимировичем Панкратовым, старшим преподавателем кафедры теплоэнергетики и теплотехники Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ, и Гущиной Марией, студенткой 4-го курса Северного Арктического федерального университета. Ну а вопросы сегодня будут задавать ученики 11-го класса школы номер 22 и 10-го класса 11-й школы города Архангельска. Ну а по традиции первый вопрос будет от меня. Насколько востребованы и перспективны профессии в сфере теплоэнергетики и какие требования предъявляют специалистам-работодателям? Ну давайте начну я. Естественно, мы с вами все живем на севере, в арктической зоне, и каждую зиму мы ощущаем необходимость в специалистах-инженерах-теплоэнергетиках, когда опускается столбик термометра ниже 10 градусов по Цельсию, ну и в ближайшей перспективе ничего у нас в мире не поменяется, также будет смена времен года, будет лето, где будет все хорошо, тепло, хотя теплоэнергетики занимаются не только обогревом, но и охлаждением помещений, то есть это вентиляция, кондиционирование, это осень, зима и весна, где нам очень холодно, и мы всегда прибегаем к помощи наших замечательных инженеров. Ну и по перспективам, какие требуются люди в этой отрасли, это, во-первых, люди ответственные, люди, которые готовы заниматься инженерной деятельностью, ну и всегда совершенствоваться. Евгений Владимирович, спасибо вам за ответ. Мария, а что вы скажете, какие перспективы этой отрасли? Вы уже студентка 4-го курса, да, и, в общем-то, наверное, все это понимаете и видите. Да, ну на самом деле, мне кажется, все инженерные специальности, они очень перспективны, потому что, ну, все активно меняется в наше время, все изменяется. И, ну, например, сейчас, мне кажется, в теплоэнергетике больше пошел уклон на экологию, в том плане, что мы не сжигаем уже, ну, стараемся не сжигать топливо, а переходим на какие-то более экологичные источники, например, тепло, земли или ветряки, или солнечная энергия. И, ну, нужно придумывать новые изобретения, как это все можно применять. Спасибо вам за ответ. Ну, а сейчас переходим к основной части, собственно, к экзаменационным билетам. Итак, эти вопросы нам написали, создали, да, придумали ученики. И, собственно, вытягивайте по два билета. Евгений Владимирович, пожалуйста. На левой пятке, левой рукой надо вытаскивать один. Обязательно, обязательно, да. Ни пуха, ни пера. Это тоже такая традиция. Надо говорить к черту. Мария, пожалуйста, вы. Мне нравится ваше такое настроение боевое. Просто отлично. Итак, Евгений Владимирович, начнем с вас. Какие у вас вопросы? Билет номер два и билет номер семь. Ну, начну со второго, по порядку. Расскажите, пожалуйста, о том, какое инновационное оборудование используют студенты во время обучения САФУ на данном направлении. А, сейчас выясним, чей это вопрос. Это мой вопрос. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Максим Синицкий. Мне очень интересно, какое оборудование вы используете. Ага. Ну, сразу расскажу. На кафедре у нас произошла большая реорганизация оборудования. То есть в 2014 году, как мы знаем, была большая закупка. Ну и это и в учебном процессе используется оборудование. А какое именно инновационное? Инновационное. Вот тем, которым работаю я и мои студенты, есть такой прибор лазерный доплеровский анимометр. Вот это такая замечательная установка стоимостью 15 миллионов рублей. Она располагается в третьем корпусе и служит для того, чтобы мы могли изучать аэродинамику в различном промышленном оборудовании. Вот это одно из оборудований. Но помимо этого у нас целый комплекс в университете на Ломно-139 корпус 1, который включает в себя и лаборатория возобновляемой энергетики, о чем Мария говорила. Стоит у нас во дворе ветросолнечная установка, тоже достаточно дорогостоящая, инновационная, новая. У нас имеются оборудования по биотопливу. То есть наши студенты могут создавать биотопливо, совершенствовать его, исследовать и внедрять уже непосредственно на производство. Ну и традиционное, классическое, будем видим, в виде паровых котлов, стендов, гидравлических стендов, также все имеется. Я был во многих университетах, в командировках, на конференциях. Это и московские, и казанские университеты. И могу с уверенностью сказать, что оснащение нашего университета, оно либо на уровне, либо превосходит некоторые университеты России. Единственное, что нам требуется, это специалисты, которые эти оборудования займут максимально на 100%. И это, я надеюсь, будете вы, наши абитуриенты, которые придут и внесут, так сказать, новое видение, новую энергию в эту замечательную отрасль. Ну вот так, достаточно оборудования. Довольны ли вы ответом? Спасибо большое, все очень понятно. Отлично. В таком случае, Мария, вопрос ваш. Я могу выбрать любой, с какого начинать? Конечно. Тогда такой вопрос. Кем вы видите себя после окончания университета? Уверены ли вы, что сможете устроиться по специальности? Итак, чей это вопрос? Это мой вопрос. Да, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Красильников Илья, я ученик 11 класса, 22 школы. Илья, спасибо за вопрос. На самом деле, я уверена, что я найду себе работу, потому что, ну, специалисты нужны везде, тем более дипломированные. И, ну, то есть, можно пойти работать на ТЭЦ, можно пойти работать на ЦБК, можно пойти работать в любой проектировочный центр. Специалистов ищут, и вакансий очень много, зарплаты хорошие, поэтому я думаю, что преград для меня никаких не будет. Отлично просто. А что вас привлекает вообще в этой профессии? Не знаю, мне изначально просто было очень интересно, что это такое, откуда у нас дома тепло, и как работает все. А вы где-то видите уже себя в каком-то предприятии? На любом. Удачи вам непременно. Довольны ли вы ответом? Или будут дополнительные какие-то вопросы? Нет, дополнительные. У меня есть дополнение. У нас вообще три направления, куда могут идти студенты, да, это и, как Мария правильно сказала, это промышленные предприятия Архангельской области и вообще всей России. Это такие мастодонты, как АЦБК, Звездочка, Севмаш и лесопромышленный комплекс в том числе. Но это как бы одно направление, промышленные предприятия. Второе, Мария тоже правильно у нас сказала, это конструкторские бюро. То есть те дома, которые строятся, они должны быть обеспечены как электрической, так и тепловой энергией. Вот наши студенты, они учатся во время обучения проектировать системы теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, канализации. И на этапе проектирования все это предлагают уже в готовые строения. Ну и бывает еще, что у нас в домах, дома старые, надо реконструировать тепловые узлы, например. Этим также занимаются наши выпускники, специалисты. Ну и третье, такое мы всегда его подаем как самое интересное, это и административная работа, возможно, это правительство, либо администрация городов. Потому что у нас есть министерство ТЭК и ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Этим также занимаются наши студенты, выпускники. Их активно берут, и вот по трем направлениям, считайте, это все, вся деятельность, связанная с доставлением тепловой энергии в наши дома. То есть это очень интересно. Да, Евгений Владимирович, как ребята вас вообще заинтересовывают, это перспективы? Несомненно. В таком случае, переходим к следующему вопросу, Евгений Владимирович. Так, считаете ли вы данное направление перспективным, видимо, теплоэнергетикой, и почему? Чей это вопрос? Чей это вопрос, действительно? Здравствуйте, меня зовут Самохин Арсений, и мне очень интересно, не останусь ли я безработным через 10 лет? Ну вот я уже начал вот под это говорить, тему, что у нас есть три направления, куда берут специалистов теплоэнергетиков. Естественно, без работы никогда не останетесь. Ну и тут-то больше вот направление перспективное. В чем еще, может быть, выражается эта перспективность? В чем будущее энергетики? Вот Мария у нас занимается возобновляемыми источниками энергии, она занимается добычей тепловой энергии из земли, это тепловые насосы. Помимо этого, то, что я вам говорил, у нас сейчас промышленные предприятия в основном пользуют углеродное топливо, это уголь, газ, ну и тому подобное топливо. Но перспектива, где могут развиваться наши студенты, это и возобновляемая энергетика. Сейчас очень тема такая горячая, да, что экология, как нам получать энергию, у нас же заканчиваются эти природные ресурсы, газ когда-то закончится, все закончится. Но на наш век, как говорится, хватит, и судя по текущим расчетам, у нас углеродная энергетика остается в прерогативе на ближайшие лет 50 точно, да. Но и наши студенты всегда задумываются, как мы можем быть на острие науки, как мы можем не остаться без работы, перспективные какие-то исследования делать. Ну вот, это солнце, допустим, один из наших аспирантов занимается тем, что следит солнечная панель, у нас солнца на самом деле очень много летом, вот, и оно очень активное, круглый день практически, но оно перемещается по горизонту. И он занимается тем, что проектирует систему, которая будет, солнечная панель, которая будет следить за солнцем, трекинговая система, это очень интересно. Потом у нас имеются люди, которые занимаются изучением ветрогенераторов. В Арктике очень сильные ветра, вы можете выйти на улицу, в ближайшие последние недели было очень холодно, очень сильные ветры, мы его можем использовать, это тоже область энергетики. Но есть проблема в Арктике, лопатки ветрогенераторов, они, лед образуется на них, каким образом исправить это? Может быть форму поменять, может напыление какое-то сделать, в этом уже идут и нано-присадки какие-то, да, гидрофобные покрытия. Это также занимаются теплоэнергетики, и вообще любое направление инженерное, оно в последнее время становится междисциплинарным. То есть мы можем использовать наработки химии, вот, допустим, тоже в начале было у нас сказано про нанотехнологии в энергетике. Вообще, откуда берется горячая вода? У нас есть котлы, в которых есть вода. Вода подогревается, ну, с помощью горелок там, либо другими способами. В общем, смысл в том, чтобы получить либо горячую воду, либо пар. Специально, чтобы парообразование было эффективным, в воду добавляют сейчас, ну, в некоторых предприятиях нано-присадки. То есть это очаги парообразования. Вот они запустили наночастицы, с помощью них пар быстрее, лучше образуется, потом их собирают. Вот, пожалуйста, совместные какие-то исследования. И информационные технологии системы сам занимался, то есть я учился на бакалавряте на теплоэнергетике, потом я пошел в магистратурную прикладную математику, информатику, и не понаслышке знаю, что такое междисциплинарность. Мы используем информационные системы и технологии для проектирования новых изделий, новых конструкций теплообменных аппаратов, расчета, сколько надо топлива, например, поставить в определенный населенный пункт, анализируя некоторую базу данных. То есть любой человек, я считаю, который придет на направление помощи на теплоэнергетику, с какими бы там интересами у него, может, химия, может быть, информационные системы и технологии, он обязательно найдет применение в этой профессиональной деятельности. И многие выпускники, они доказывают мою гипотезу. Ну, а сейчас, Мария, переходим к вашему второму вопросу. Пожалуйста, озвучьте. Вы осваиваете только одну профессию или получаете еще дополнительное образование. Если да, то какое и почему, если нет, то почему. Чей-то вопрос. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Юрий Вараксин, я ученик 10-го А-класса 11-й школы города Архангельска. Юрий, спасибо. На самом деле, мне кажется, многие школьники слышали такой миф, что в САФУ очень легко учиться. И это действительно миф. Я на своем опыте поняла, что учиться приходится много, часто, но это очень интересно. Вы сильно-то не пугаете наших клиентов будущих. Время можно идти и для отдыха, как и любому студенту всегда, мне кажется. Вот, поэтому я дополнительное образование никакое не брала. Единственное, что я в какой-то момент пошла еще на базе САФУ, сдала английский язык на уровень, получила кембриджский диплом. Вот. И, ну, помимо учебы я еще занимаюсь научной деятельностью. То есть я с самого первого курса, мне было интересно заниматься чем-то помимо основной учебной программы. И я начала писать научные работы. Вот, выбрала себе научного руководителя с кафедры. И мы стали писать и писали на тему вот как раз-таки теплового насоса. То есть как это можно применить, как можно, как он вообще устроен, потому что он изучен мало. Применение в России у него имеет единичный характер. Вот. И поэтому с первого курса и вот до сегодняшнего дня я занимаюсь этой темой. Пытаюсь рассчитать тепловой насос для здания нашего учебного технопарка. Вот. А почему вас эта тема заинтересовала? Ну, потому что, мне кажется, солнечные панели и ветряки как-то более-менее мне на первом курсе после школы казалось, что изучены. Вот. А про тепловой насос я вообще ничего не слышала. И мне тогда просто, ну, я спросила, на какую тему можно писать. И мне вот научный руководитель предложил эту тему. И она в двух словах объяснила, что тепловой насос это как холодильник, только наоборот. Я подумала, ну, здорово. Звучит очень просто. Буду писать на эту тему. А как оказалось? Просто? Ну, везде есть свои подводные камни. Конечно, про любой, мне кажется, предмет можно описать его просто. А если углубляться, то уже находится много всего интересного. Вот то, в чем можно посидеть, поразбираться, посчитать, подумать, поискать какие-то другие варианты. А вообще жизнь в университете, она такая насыщенная? Ну, только ведь учебу, да? Конечно, да. Если есть желание, если есть желание, то можно сделать ее очень насыщенной. То есть у нас есть и студенческие отряды, строительные отряды, педагогические отряды. То есть каждый находит в себе дело по душе, то, что ему интересно. Я еще добавлю, что у нас недавно возродилось студенческое научное общество, да? То есть о том, что Мария говорит, отдых, он должен быть всегда продуктивный. То есть я считаю, что есть такое мнение, что инженерные направления, они довольно скучные, да? То есть есть какие-то формулы, мы что-то рассчитываем уже, готовые методики. Но на самом деле, когда люди у нас учатся, вот на самом деле, вот когда я пришел на первый курс теплоэнергетики, я такой думаю, ну, теплоэнергетика, слово непонятное, что-то с энергетикой здорово, говорят, работу можно потом хорошо найти. Но особо не понимал, куда и что мы идем. Но курсы на третьем, когда у нас начались такие прям профессиональные дисциплины, это и тепломассообменное оборудование предприятий, в общем, такие дисциплины, которые стимулировали нас к нахождению новых конструкций. То есть любую даже обыденную задачу инженерного расчета мы можем рассчитывать творчески. То есть такое хорошее инженерное творчество. Для примера, у нас студенты на третьем курсе рассчитывают теплоснабжение района городского. Ну, скажите, ну, теплоснабжение района, ну что там, домики там, мы посылаем воду, надо рассчитать только температуру. Я говорю ребятам, так вы, сколько людей у вас живет? Они такие, ну, столько-то. А вот работает предприятие, а сколько смен? Они говорят, вот три смены будет по восемь часов. Я говорю, так это бедные люди по три смены работают. А сколько зарплаты-то они получают? А там в старых методичках было написано, там, 12 тысяч рублей. Я говорю, да вы что, ребята, там у вас, вы сами-то хотите работать в три смены за 12 тысяч рублей? Они говорят, нет. Вот, я говорю, так, люди у нас работали в две смены, получали хорошую заработную плату. Они начинают разбираться в каких-то нормативных документах, потому что все это комбинируется достаточно очень сложно. Приходится искать какие-то творческие пути, и все это скомпилировать, и получить готовый результат, это дорогого стоит. Вот, и из таких тоже забавных историй, из моего студенчества было, мы рассчитывали теплоснабжение здания. Ну, тоже, что у нас? Каждый живет у нас, увидит радиатор отопления в доме, вот она, теплоэнергетика, вот вы можете ее пройти и потрогать. Нам дали схему школы, ну, такая типовая, и у меня одногруппник, очень ответственный парень, я ему говорю, а вот в школу ты рассчитываешь, вот спортзал, например, а почему у тебя на схеме нет раздевалки? У тебя была в школе раздевалка? Он говорит, ну да, да, была, вот, мы с ним одну дорисовали, он усложнил систему, потом говорю, а вот у тебя класс-то сколько человек примерно? Он говорит, ну, наверное, 25 было обычно, да, там 30, говорю, а у тебя там 15 метров квадратных, все же не влезут, по санпину-то не подходят. И он начал это все развивать, развивать, у него школа выросла на этаж, вширь увеличилась на 20 метров, и он, бедный, конечно, рассчитывал дольше всего ее, ее, ну, действительно, он даже немного за сроки вышел, но это так увлекло его, да, то есть думать о тех потребителях, которые будут пользоваться этой школой, воображаемой вообще. И он сейчас работает на одном из крупных промышленных предприятий, как раз рассчитывает вентиляцию, кондиционирование, то есть это все творческий подход, это любовь к своей профессии приводит к успешному трудоустройству и получению, во-первых, удовольствия от того, что вы делаете. Вот и самое главное. Довольны ли вы ответом? Как я понял, научная деятельность является дополнительной. И мне интересно, всегда ли вы успеваете распределять свое время, и не было ли такого, что научная деятельность мешала вам в основной учебе? Это вопрос ко мне, наверное. Конечно, на самом деле свое время очень просто можно распределить, потому что, ну, всегда и преподаватели пойдут, если что, навстречу, если попросить, вот, а так, ну, в школе, если есть домашняя работа, которую ты приходишь и делаешь, то в институте ее, ну, уже нет в таком объеме, вам дают задание уже, там, на месяц, на три месяца, наверное, на две недели, вот, и ты, как бы, можешь грамотно свое время распределить на этот промежуток, и вот, да. А что вообще самое сложное в обучении для вас лично? Было такое? Наверное, в какой-то момент взять себя в руки и не оставлять все на самый последний момент, как любят делать, мне кажется, все студенты, и в последний момент уже сидеть ночами, в сессию, там, доделывать, чертить, плакать. То есть такой маленький совет, да, сразу на будущее? Да, это когда вам дают задание, лучше его сразу делать и не откладывать на потом. Я вот только к четвертому курсу, мне кажется, это поняла до конца. Но зато вы теперь дали дельный совет нашим абитуриентам, да, в будущем? Ну, я вот тоже могу немного добавить, потому что, ну, научная деятельность одна из основных моих, да, то есть я и работаю, и научная деятельность, и все это с студентами работа активная. Как это все совмещает, да? Во-первых, это должно вам нравиться. Вот если вам нравится то, чем вы занимаетесь, это не будет какой-то обязанностью, у вас не будет вот научная деятельность, мне приходится заставлять себя идти заниматься ей. Нет, вы любите то, что вы делаете, вы сами идете в университет, вы сами остаетесь там после пар, вы занимаетесь. Вот процесс исследования, вы сам по себе, он вроде кажется довольно скучным. Мы ставим опыт, да, опыт один, меняем какое-то значение, ждем полчаса, снова снимаем значение, да. То есть процесс научный, он довольно такой кропотливый, вдумчивый, но если вы видите потом результат, что вы можете проанализировать, получить какие-то новые знания, представить своим коллегам, рассказать, вот смотри, я сделал эксперимент, и у меня получилось вот такое там распределение температуры, распределение скорости. После этого наши ребята, они, в чем преимущество обучения на инженерных направлениях, конкретно на теплоэнергетике, теплотехнике? У нас студенты постоянно отправляются на различные конференции. То есть сам я, когда учился, вот учеба, она шла и научная деятельность шла, но они шли абсолютно вместе. Когда вы делаете науку, вы все свои предметы стараетесь под эту тему подвязать, и преподаватели, естественно, идут вам на встречу, потому что видят, что вы увлечены. После этого вы получаете результат, вы можете поехать там, я ездил в Москву, в Нижний Новгород, в Казань, в Санкт-Петербург, то есть это мы ездили за счет университета, повидать мир, пообщаться с людьми с такими же интересами, как у вас. То есть это же тусовка, собственно, людей, которые занимаются наукой в области теплоэнергетики. Интересно, это же не только общение на самой конференции, но и когда мы выходим за пределы конференции, мы также общаемся. Можем погулять, сходить куда-нибудь, отлично посидеть. После этого наши ребята, они ездят активно за рубеж. То есть до недавнего времени у нас студенты постоянно отправлялись это и в Германию, в Эмден, и в Скандинавию, Финляндию, и Норвегию, и даже во Францию отправлялись люди. Помимо этого сейчас активно развивается сотрудничество с Китаем. У нас открылась новая образовательная программа, ну не по теплоэнергетике, по нефти и газу, но все равно направления и связи, они имеются. По солнечной энергетике у нас ездил аспирант в Баку на месяц. То есть это очень интересно, это путешествие, это знакомство с новыми людьми. Ну и те студенты, которые занимаются научной деятельностью, они, естественно, материально поддерживаются всегда. Это повышенная стипендия, там чуть ли не 40% стипендиального фонда это за научно-сельскую деятельность. Вы получаете удовольствие от учебы, от научной деятельности, вам еще деньги платят и путешествуете. Я считаю, что это замечательно. А много вообще таких студентов, которые у научной деятельности ведут? Ну с каждым годом становится все больше. И стимулировать к занятиям научной деятельности в серии студентов призвано наше студенческое научное общество. Оно обрело свое положение и структуру в октябре этого года, обновился состав. Там входит уже сейчас 20 основных человек, плюс 50 человек, которые взаимодействуют с мероприятиями, которые организует СНО. То есть для СНО открыты двери для студентов. То есть каждый может вступить, позаниматься. Вас научат писать статьи. Самое сложное, что вы сделали эксперимент, а как потом это все оформить, как это подать. Научат делать презентации, статьи писать, как получить деньги на поездку. Все это рассказывается. То есть мы ждем активных студентов и надеемся, что с каждым-каждым годом наука и образование будут вместе. Потому что пока вы сидите на лекциях, ну на самом деле, скажу, плохо, что запоминается. Даже если вы сделаете лабораторные практические работы, здорово, вы поработаете руками. У нас очень много лабораторных работ по различным дисциплинам. Там и химия воды связана с химией, да, там какая вода у нас дома. Тоже же важно, когда мы пьем воду, чтобы она была чистой, чтобы она не наносила нам вред. И не наносила вред нашей технике. Там, начиная от чайника, который накипь, да, заканчивая вообще трубопроводами системы отопления. Это мы все изучаем, как это сделать, чтобы все было хорошо. Мы можем много смотреть, много учить, но, к сожалению, пока мы не начнем с чем-то сталкиваться напрямую, не начнем это исследовать, мы это не поймем. Это, я говорю вам по своему опыту. Ну и, наверное, вы, когда учите физику, вы так же, ну, формула, формула, ничего не особо не понятно. Но когда вам приходится вот прям посчитать дома какой-нибудь там, шкаф собрать, да, вы сразу вспоминаете и геометрию, и физику, и все на свете. Ну, то же самое здесь. Без научной деятельности обучение, мне кажется, незавершенным. Ну и если есть интерес по каким-то занятиям, помимо науки, да, это же наука, это не то, на чем стоит останавливаться. Студенчество – это то время, когда вы можете завести очень много знакомств. Это действительно нетворкинг высочайшего уровня. Участвуйте в строительных отрядах. У нас есть энергетические отряды, куда ездят наши студенты. То есть это практика, они ездят на целину и уже на конкретных предприятиях применяют свои знания. Это раз. И плюс еще они могут за это деньги получать. То есть на два месяца, на три могут уехать. Плюс у нас в университете есть социальная инфраструктура. Это и санаторий-профилакторий. То есть раз в год вы месяц можете кушать бесплатно. Вам будут делать кислородные коктейли, массаж. То есть вы полностью… Я рекомендую всегда это делать после сессии. Потому что сессия – это такой напряженный момент, когда студент бросает все свои силы, ему надо потом получить релаксацию, желудок портится, нейральную воду выдают. То есть замечательно. И помимо этого есть студенческий просто совет самоуправления в каждой высшей школе. Это те ребята, которые устраивают, ну, так скажем, движняк на высшей школе. Они устраивают вечеринки, тематические какие-то мероприятия, профориентационные мероприятия. И вот те люди, которые поступают, они должны знать о этих возможностях, чтобы сразу включиться в студенческую жизнь. И я вам обещаю, если вы поступаете к нам и начинаете активно работать, да, вас уже не остановить будет. Вы сразу загоритесь идеями. Это будет и научная жизнь, это будет и студенческая активная жизнь. И все это вместе насытит вас новыми знаниями, новыми устремлениями, ну, и пронесется через всю жизнь. Такая вот полная активная жизнь в университете. Ну что ж, есть ли еще вопросы у вас какие-то? Пожалуйста. Можно вопрос к Марии. Представьтесь. Да, меня зовут Гвоздухина Яна, я ученица 10-го класса 11-й школы. Вот насчет путешествий. Были ли вы в путешествиях по России или за границу в течение своей научной деятельности? Спасибо за вопрос. Сейчас, к сожалению, большая часть моего обучения попала на пандемию. И те конференции, которые должны были ехать в поездки, были перенесены на дистанционный формат. Но в этом году я съездила в Калининград, но это было не по научной деятельности, это был всероссийский конкурс всех студентов. Он назывался «Твой ход». И там первый, второй этап они были тоже дистанционно, а полуфинал конкурса уже проходил. Школьники, студенты со всей России съезжались в разные регионы. Я ездила в Калининград на два дня. У нас были разные конкурсы, разные испытания. И там просто на активность выбирали самого активного студента. Вы получили какую-то номинацию? Ну, как сказать, финал я не прошла, но меня еще вознаградили поездкой по России в любой регион на два дня. В тур тоже все оплачивают. Вы еще не воспользовались этим? Я съездила буквально на прошлой неделе в Петербург на два дня. Нам просто уже проводили экскурсию. Мы вкусно кушали, общались тоже с ребятами со всей России. Было очень интересно. Есть ли еще какие-то у вас вопросы, ребята? Да, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Васильев Глеб, я из 11 класса, 23 школы. Скажите, есть ли военная кафедра в САФУ? Ну, это очень интересный вопрос, думаю, многих заинтересует. Да, я отвечу на этот вопрос. В САФУ есть военный учебный центр, который позволяет студентам пройти подготовку к военной службе и по итогу получить военный билет. То есть те студенты, которые во время обучения проходят подготовку, они уже в дальнейшем в армию не идут. И в чем преимущество как раз-таки поступать к нам на типоэнергетику, там идет подготовка по инженерным специальностям, инженерные войска. И набирают вообще всех молодых людей в университете, но особый акцент, естественно, делается на ребят, которые идут с инженерных направлений, то есть с наших. И попасть туда можно, там идет конкурс, вам необходимо показать свою физическую подготовку и хорошо учиться. Самое важное для наших ребят, для военного учебного центра, чтобы ребята были без долгов. И раз в неделю они ездят в данный центр, им выдают полностью форму, они занимаются строевой подготовкой, ну и прочим обучением, военному делу, там есть на два года, на один, насколько я помню. И можете стать либо рядовым запаса, либо уже сержантский состав. Так что это уникальная возможность, не во всех университетах такое имеется. Вот так вот. Глеб, довольны ли вы ответом? Да, довольны, спасибо. На сегодня все вопросы заданы и ответы получены. Благодарю всех за участие в программе. Теплоэнергетика – базовая отрасль современной экономики. В России в последние годы проводится работа по обеспечению энергетической безопасности регионов и созданию автономных систем теплоснабжения. Специалисты теплоэнергетики нужны на тепловых и атомных электростанциях, в промышленных, энергетических и инжиниринговых компаниях, научно-исследовательских и проектных институтах, теплоснабжающих организациях. Перспективы очевидны. Поэтому советуем абитуриентам обратить внимание на специальности данной сферы. Ну а мы прощаемся с вами до следующего эфира, где продолжим искать ответы на вопрос «Кем быть?». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова